Друзья, меня зовут Вадим Серов, и вы снова на нашем канале Дорожный контроль. В этом видео пойдет речь о Евгении Пантелееве, начальнику уголовного розыска отдела полиции номер 4, которого не так давно оформили за пьянку. Начальник уголовного розыска отдела полиции номер 4 по городу Воронеж, Евгений Пантелеев, пытается избежать ответственности за пьяную езду. Пантелеев Евгений, правильно я понимаю? Нет, по-моему, шанс. Да, точно, конечно. Да? Да. Скажите, пожалуйста, вы являетесь начальником уголовного розыска УП номер 4? Скажите, пожалуйста. Вы даже с собой не хотите представиться? Я сюда пришел. Я пришел вас навестить. Спасибо, не надо. А почему вы сразу отказываетесь, что это не вы? Друзья, не забывайте нас поддерживать. Нам очень важно, чтобы вы нас комментировали. Желательно оставлять не по одному комментарию, а по несколько комментариев. Обязательно ставить палец вверх. Ну, соответственно, не забывать подписываться на нас, если вы еще не подписаны, и ставить колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Приятного просмотра! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Как ваш ничего? Да, отлично. Ничего, все так же без номеров? Ничего себе. И никогда их не будет? Да? Вообще банки нужны. Не нужны? Это вот, я так понимаю, лучший друг Пантелеева приехал. Тонированный. И без госномеров. Ну, сейчас такая есть фишка, но она давно на самом деле фишечка, что можно законно ездить без номеров. Также по удостоверению участвует корреспондент ГТРК Воронеж Родионова Юлия Вадимовна и оператор, предоставлен паспорт, Лютов Евгений Владимирович. Также заседание поскольку открытое, участвуют слушатели, все верно. Зам Пантелеев явки у нас не имеется, инспектор также извещен от ближайшим образом, не пришел. Судебное заседание ведется в составе судья Азарова, Григорьева, секретарь. Отвод имеется? Нет, это 6 отводов нет. Не имеется. В предыдущем судебном заседании у нас поступил ответ с лечебного учреждения, что находится Пантелеев на излечении с рядом своих хронических заболеваний и участие в центре в судебном заседании было невозможно. Было это состояние ответа рецептора 10-19, срок лечения 5-7 дней. На настоящий момент извещался, установлено в законной порядке, посредством телеграммы, телеграммы не доставлены, не получены. И на ответы учреждения лечебного важно, что в настоящее время не находится одна из лечебных тайн-учреждений. Какие-то подачи? Ваши судьбы, как раз, все связано будет у нас с врачебной тайной. Ранее сегодня в заседании у нас было принято решение в частичном заключении судебного процесса. Поэтому до заявления о ходатайствах это просили бы суд удалить лиц, не являясь участником данного судебного процесса. Действительно, на определение 30 октября 2019 года было разрешено податство защитника проведение закрытого судебного заседания. И в судебном подъявлении часть судебного заседания, в ходу какого-то условия документа составления здоровья и вентиллерии, закрыт в оставшейся части, ходатайство было оставлено вне судебного заседания. И для того, что предполагается заявление о ходатайстве, связанном с состоянием здоровья Пантелеева, попрошу лиц, присутствующих слушателей, удовлетвориться в целом суде. На прошлом судебном заседании защитник Евгения Пантелеева заявил о закрытости судебного заседания, заявил о ходатайстве. Суд удовлетворил лишь частично, в части медицинской тайны. В целом судебное заседание открытое. Судебное заседание обладает защитникам заявленного ходатайства об отложении, ввиду невозможности ярких пантелеевых судебного заседания, поскольку находится на лечении учреждений здравоохранения. Не дает судопоказания по факту, произошедшего 14 мая, желая это видать, но по объективным причинам не может явиться. По данному податству, в данном случае, в учреждении Пантелеева был сделан закрос в перерыве. На данный закрос сообщили, что действительно пантелеев на стационаре с 7, 11, 19, возможности дать предположительный срок излечения в настоящее время не имеется, поэтому пока вкладываем 20 ноября в 10.30. есть время в начале под willow. Теперь представители импортно лечит учителей в начале и входит к незаконным районным окружающим депрессивным условием. Это, наверное, вопрос больше к медикам. Я не могу, но я не медикам, но могу способствовать следовало здравоохранения. Я, к сожалению, не медикам, но способствовать следовало здравоохранения. Ну, пойдем, все за заканчиваются заседания. Да. Интересно, может быть организовано собередное заседание? Пойдем, пойдем, пойдем. Такого ли может быть? И, к сожалению, по состоянию здоровья не может принимать учебский согласен. Он даже так. Поэтому вырезные взрослые запросы в соответствии, в том числе и там, где запрос ставится, очень невозможно. Спасибо. Привет. Прокомментируйте, пожалуйста. А что может слушать и прокомментировать? Ну что вам вообще, как процесс? Процесс как процесс, рассматривают. Все по закону? Конечно. Беспредела никакого нет? Абсолютно. Соблюдаются все права? Да. Все как положено. Строго в соответствии с кодексом административных правонарушений. Мы с вами общались пока без камеры. Вы сказали, кем вы являетесь. Давайте мы наших радиослушателей, наших зрителей, ну в общем, расстроим, либо их как-то... Зачем их расстраиваем? Пойдем на улицу. Скажем все-таки, кем вы являетесь. Ну ты можешь написать это сами. В общем, признался, значит... Можно без отчества. Можно. Можно. Так удобно. Вот, признался, что он является. До свидания. До свидания. Все, до свидания. Ну что ж ты так сразу, всю интригу испортил? Может мы это вырежем? Да конечно, но интриги никакой нет, никакого интереса. Ладно, мы вырежем этот момент, когда я сказал, кем он является. Дорогие подписчики, объявляем конкурс. Кто первый пришлет, значит, фамилию и где он работает, чем занимается, получит от нас 500 рублей на телефон. Иван Владимирович, пишите, вы что, хоть пятихотку возьмем? Нет, ты заинтересованное лицо, а этого нет. Лицо рублей нет, это очень мало. Так, надо сказать Евгению Александровичу, пусть там пишут. Резюмируем по итогам этого видео. Заседание перенесено, в связи с тем, что он опять где-то проходит в лечении. Нам уже теперь неизвестно. Закрытое заседание в этой части медицинской специально было сделано, чтобы мы не приходили к нему в гости, не навещали с бананами, с яблоками, чтобы не навещали его. К сожалению, очень хотелось бы. В общем, он опять лечится от каких-то непонятных болезней. Ну да ладно, главное, чтобы он был здоровый, вылечился побыстрее. И на следующее судебное заседание 20 ноября, которое назначено, чтобы он явился. Потому что он сам заявил через защитник о том, что он желает дать объяснение по делу. Потому что ранее он этого не делал. Так что его в этом плане суд не может ограничить. Поэтому все проходит в рамках закона. Суд полностью соблюдает все профессиональные нормы, все права данного гражданина Пантелеева. Ну и, соответственно, чтобы не было повода у сотрудников полиции, в случае, если его привлекли к ответственности, поводов отменить это решение, судебный акт. Все должно быть с точки зрения процессуальной, все должно быть соблюдено. Поэтому, я думаю, на следующее судебное заседание он все-таки уже вылечится, поправит свое здоровье и придет, даст объяснение. Ну и, соответственно, тут какой результат? Результат один. Должен быть привлечен к ответственности. В последующий момент он должен быть уволен из органов внутренних дел. Вот и все. Вот такой должен быть результат. Я думаю, вы нас в этом поддержите. И не только вы. Но и система органов внутренних дел. До новых встреч. Вы сами в алкогольном отменении когда-нибудь ездили? Было дело. Было дело. Привлекали за это? А, нет, не привлекал. Прекращено было производство. А, то есть вас установили или отдал отказ? Установили. Установили, то есть продували. То есть факт управления? Нет, не продували. Не продували. Не продували, но установили. Раньше порядки другие. Это было так давно. Тогда еще не было этих электронных протестеров. Скажите, сейчас уже такого нет или просто не ловили? Нет, конечно, не в жизни. Чтобы я сел за руку, состояние алкогольного пьяни. Никогда. Правильно. Это же административная пара нарушена. Да. Правильно. Которая может еще и помечь потом уголовную ответственность. Это крайне маловероятно. Ну, такое возможно. И все возможно. Не дай бог, если кого-то... Да если кого-то можно и по-трезвому, не дай бог. Да по-трезвому можно, просто это отягчающее будет. Ну, уголовная ответственность наступает, если кого-то независимо от того, состоит, или не состоит. Но если трезвый едешь, шансов меньше, что ты предлагаешь. Ну, я думаю, не могу. То есть, что пьяным, что трезвым, одинаково шансов? Конечно. Если человек не умеет ездить или плохо ездить, он и трезвый. К чему мы пришли? Он и трезвый. Как раз, чтобы вы это сказали. Значит, что вы абсолютно нормально к этому относитесь. Абсолютно. Если адекватный человек, если... И он выпил и мог поехать. Да. Спокойно. Я к этому там... Вот это мне и нужно было от вас услышать. Честно сказать, вот из таких, как вы, и погибают у нас люди. Нет, я думаю, не за это. Погибают люди из-за того, что у нас встречные поток не разделены. Барьеры. Из-за того, что правил дорожного движения забыдают. Одно из правил – находиться пьяным за руль. Вот в этом вся беда. Нет, беда не в этом. Беда в том, что дорожное движение у нас организовано черти как. То есть, пьяный водитель здесь не виноват, если он людей избил. Дело в том, что он не виноват. Дело в том, что если было организовано правильно, то шансов на это было гораздо меньше. Но шансы всегда есть у кого-то поколения. Шансы всегда есть. Женцы и трезвые есть. Так ты их увеличиваешь, когда сидишь за пьяным за руль? Я считаю, не увеличиваешь. То есть, у тебя реакция вся та же. Все абсолютно то же самое. Нет, просто состояние. Причем здесь у меня. Во-первых, я это не практикую. Во-вторых, я считаю, что грамотный человек, умный, имеющий хороший опыт вождения, если он садится не в нулину пьяный, а выпив 100-200 грамм, то он едет, соответственно, учитывая свою скорость реакции, и подбирает соответствующую скорость движения. И пьяный человек может учитывать это? Конечно. Мы все пьяные, люди все пьяные по-разному. Вот это, знаете, только море по колено. Вот так они учитывают. Вот 4-5 раз он учен, по его мнению, пьяный водитель. Просто пьяный водитель 4-5 раз, допустим, ездил, ездил, ну, какое-то время ездил, систематически так, все было нормально. А на какой-то 10-й или 20-й раз, он же до этого был уверен, уже все учитывает, он сбивает семью или ребенка, или какой-то пожилого человека. Даже статистику смотрел. Мы говорим, как раз, ну, вообще, сколько погибает там, тоже в Арамской области. Ну, сколько ДТП, сколько гибнет. Ты хочешь сказать, какое количество пьяных? Да, какое количество виновников ДТП будет состоять. Так если бы эти люди не пили за рулем, этих бы и ДТП бы не было бы. А просто у нас заведено списывать, выпил, значит... Ты знаешь, сколько людей не оформлено? Ты знаешь, если взять статистику реальную, ты же понимаешь прекрасно, что мы не все сотрудники полиции, в честь по-народу. И все начинает сначала, если деньги. Если их нет, то человек оформляется. Есть еще необходимость определенное количество протоколов составить. Мы прекрасно это тоже знаем. Нет, и все. Поэтому реальное количество пьяных зашкаливает. Эта статистика урегулирует ЕМА. Да. Да, мы все готовы. Говорите об этом. Пьянство за рулем, ты одобряешь? Нет, не одобряю, но не считаю. Вы не считаете, что это преступление? Я не считаю, что это само по себе есть. Не доверегло от тяжких последствий. То ничего страшного. Я не считаю это преступление, да. Я понял. Скажи, пожалуйста, у тебя есть дети? Да. Есть дети. Вот, не дай бог, вот что-то произошло с теми детьми, поведение пьяного водителя. Как ты будешь относиться к этому? Почему бы сразу с моими детьми должно что-то произойти? Потому что... Это вот обывательское вот это вот, а если с тобора, а если с твоими, а если по вине пьяного? Значит, по вине детьми может произойти? Я тебе так скажу. Люди некоторые несколько лет назад негативно относились к нашей деятельности по выявлению пьяных водителей. Но когда с их родственниками происходили ДТП с постадавшими с пьяным водителем, и вот человек, у которого избили родственников, причем на пешеходный переход, пьяный водитель, этот человек потом приехал, и случайно нас увидел, когда он в комментариях там ярко такого противника извинился за то, что он просто не понимал, что получилась его семья. Понимаете? Вот люди меняются, их отношения, а ровно тогда, когда с ними что-то приключается, с родственниками. Полный вопрос, что они меняются. Ну, с одним приключились, а еще с тысячей ничего не приключилось за это время. И с десятью тысячей ничего не приключилось. А что вы будете делать, если вот такое произойдет с вашей семьей? Я уверен, что такого не произойдет. А если произойдет? Я не буду загадывать. Как вы отношения измените в свое? Зачем же я буду загадывать? Нет, загадывайте. Я говорю, если такое, не дай бог, случилось в вашей семье. Я даже не хочу предполагать для своей семьи что-то плохое. Я оптимист, по жизни смотрю как бы на мир глазами открытыми и всегда надеюсь... Сейчас вы его закрываете. Нет. Просто в жизни нашей может все что угодно происходить и может произойти. Я давно за рулем и со мной по меня пьяных водителей ничего не происходит. Ну вот подождите. Вот мы берем ситуацию, от ваших родственников, там от Майклоса ничего не зависит. Ну и от меня. Вот просто идет человек, и его на пешеходном переходе сбивает пьяный водитель. Скажите, вы измените свое отношение к этой ситуации? Я не буду предполагать такие вещи. Потому что вы не можете на этот вопрос ответить, потому что знаете, что у вас изменится отношение. Потому что я предполагать не буду. А другое, что я скажу больше почему. Потому что я и своих родственников научил чё-то. Никак? У нас много раз. Уходят как это телепорт. Пешеходный переход. Я понимаю, что я прав. Подыхая потом на земле, помню, что ты был прав. Я посмотрю, когда я вижу, что все остановились, тогда начинают переходить на морознике и делают так же. Поэтому пьяные, да, все пьяные. То есть это и исключено. У нас ничего не исключено. Мы терекомом упасть на землю. А вот смотри, все остановились, а есть ситуации, когда пьяная скотина обгоняет по встречке, избивает. Таких не много. Бывает такое? Таких не много. Ну, бывает. Слушай, ну, бывают метеориты падают. Бывают маньяки. Послушай, ну, такое бывает. Мы говорим о конкретной ситуации. Все бывает. Ни о каких маньяках. Поэтому вот скажи, вот это, не дай бог, случилось. Твое отношение изменится? Изменится. Да это не случится просто. Ну, может измениться. Но это просто не может случиться. Если случится. Это не может случиться. Потому что я смотрю глазами, я смотрю глазами. Если видит, тачка несется. Да. Они увидели, что никто не несется. Но так случилось. А с неба не падает. Даже пьяный водитель. При большой скорости, когда люди все стоят, они не видят другими тачками. Веска. Тем более в какое-то вечернее время. Ну, хватит. Ну, хватит. Мое видение, что само по себе пьянство не есть. Но конкретно водитель совершил, то ты изменишь конкретно отношения. Если конкретно водитель. Не просто потому, что он там выпил и ехал с портой. Ну, просто потому что он без. И потому, что он как без, там, по встречке обгонял все остановившиеся машины. Ну, русским названием. У нас есть не то, что есть. И садеби. Вот конкретному водителю именно за эти действия. У меня отношение, конечно, будет негативное. Ну, понятно. Но не к ситуации вообще. Не к пьянству. И не к пьянству. По конкретному. Это добро какое-то, да? Наслабляющее. Нет, я облагаю, что просто причин низкие. Причин говорю в том, что если кто-то, он и трезвый может и по встречке, и так вот выскочить, и гонять. Если он ездить не умеет, или он как без себя ведет. Люди бывают, когда они трезвые, они абсолютно нормальные. А когда выпивают, они вообще иные люди становятся. Такой бывает? Ну, человек, если знает за собой, что у него сознание настолько меняется, то вот он пусть и не выпивает. Каждый человек должен себя контролировать. А то есть, который может хоть как-то себя контролировать, лучше чем можно выпивать? Я считаю, что любой человек должен вообще себя в ситуации и в жизни, в поведении контролировать. Если он понимает, что прием чего-то, приняв что-то, он теряет над собой контроль, значит, пусть либо вообще не принимает, либо принимает в тех ситуациях, когда это не может причинить. Ну, а медицинские показатели, как вот он, он же, когда человек выпивает, у него они в любом случае ухудшаются скорость реакции, вот это все. Это же, ну, никуда физиологически никуда не едет. Ты можешь сказать на камеру, что ты за то, что люди позволяют употреблять алкогольные питьки за рулем? Да, я не хочу говорить на камеру. Ну, ты это поддерживаешь? Я не хочу говорить на камеру. Ну, скажи, поддерживаешь ты это? Я не хочу говорить на камеру, нищу публичность и известность. Я понял. Ну, ты ее нашел. Что? Ты ее нашел. Замечательно. Скажи, пожалуйста, являешься бывшим сотрудником? Не скажу. Ну, возможно такое? Все возможно. Возможно. Почему? Уволился или уволили? Я же не сказал, что являюсь. Ну, у меня ощущение чуйками такая, что ты являешься большим сосредоточным. А, может быть, еще и являешься даже за сей день. Все возможно. Вот, у меня люди, к вам огромная просьба, если вы узнали этого человека, обязательно сообщите мне все данные, где служит или служил. Как его зовут? Артем. Артем. Ну, с фамилией мне обязательно. Артем мы знаем имя. Друзья, нам очень важна ваша поддержка. Как вы можете нас поддерживать в интернет-пространстве? Ну, как минимум, оставить комментарий внизу под видео, подписаться на наш канал и посмотреть предыдущее видео. Не забудьте оставить комментарий и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наше новое видео. Всем пока и до новых встреч.